Коммунальщики приступили к работам сразу после выпадения осадков. Прошлым вечером в часы пик, когда тамбовчане массово добирались до дома, использование техники на наиболее загруженных дорогах было невозможно. Как только трафик снизился, уборка снега продолжилась. Минувшей ночью пескоразбрасыватели прошли более чем по 160 адресам. Параллельно рабочие прометали и посыпали тротуары солью. В Тамбов пришли минусовые температуры и 20 ноября в регионе зафиксирован обильный снегопад. В вечернее время из-за осадков было много пробок, но уже утром ситуация изменилась. Бригады дирекции городских дорог работают круглосуточно. В первую очередь расчистка снега ведется на магистральных дорогах, вблизи социальных учреждений и объектов с массовым пребыванием жителей, остановках общественного транспорта. Если брать в целом прошедший снегопад, то за вот эти прошедшие сутки было в порядка 180 человек организован выход людей, рабочих в две смены. В первую смену примерно 130 человек и в вторую смену 50 человек. И техника задействованная, ну вот в первую смену у нас 65-67, вот сегодня 67, вчера было 64. А во вторую смену это порядка 50 человек и количество единиц техники в районе также 40-50. За сутки благодаря усиленной работе коммунальщиков из Тамбова было вывезено 260 кубических метров снега. Мнения горожан об изменениях погоды и уборке города разделились. Выхожу из колледжа, иду, скольжу, падаю. Вообще сыро, грязно, мокро, неприятно. Очень хорошо, праздничное, что скоро Новый год. Мне нравится. Я вошла прямо в хорошее, уже все сделано. Так что меня неудобств не доставило никаких. Всегда как-то радостно, приятно. О Новом годе начинаешь думать хорошо. Вечером гулял, видел, что много машин. Вроде стараются, а все. Думаю, справляются. На троечку пока. Почему? Потому что еще где-то лежит. Работы по уборке Тамбова продолжаются. Глава администрации города Максим Косенков попросил дорожников не перебарщивать с пескосоляной смесью, чтобы избежать образования каши на дорогах и тротуарах. Олеся Павлова, Александр Чекмарев, Ольга Кириллова. Область новостей.